Ты послал тайный чёрный чар, колдовство твой, проклятый дар. Дикий горкий ночной угар, лютый ненавистик пожар. Привет, вас с Амигос, очередная серия Ведьмака. Я читаю комменты под видосами, многие троллят мою, внезапно наклонившую на меня атмосферность. Некоторые почему-то пишут, что Ведьмак хуета, но я вообще не знаю, какая игра тогда не хуета, если уже Ведьмак говничен. Но посмотрите, до чего я, придирчив к играм, да, практически все критикую, но Ведьмак, блин, годнота годнейшая. Кстати, вот в атмосферности я тут шёл-шёл по улице, я тут смотрю херак, вот посмотрите на эту стенку. Просто на стене, на стене нарисовали картину. Просто так. Так, а почему я... Бутылка вина на двоих, это нормально. Ну, если один не пьёт. Синяк ты, ёптать. Столько много игр в последнее время, что я уже забыл, в какую я играю на геймпаде, в какую на клавамыша. А у меня это, это для меня принципиальное значение имеет. То есть, особенно если в 30 фпсах пишешь, так вот на геймпаде получается нам куда более так гладкие, гладкие повороты камеры, плавные. Неправильно говорить, гладкие планы. Значит, ведьмака надо было вызывать. А рыцари-то на что я вас спрашиваю? Ну, вот про рыцари я что-то часто слышу. Офигеть, смотрите, у купца даже... Да ты, мудак. Смотрите, у купца даже эти бумажки не просто там что-то накорякано, а прям вот рисунки нарисованы вот у него. Непонятно, что он стоит, жестикулирует, правда. Лучших товаров не найдешь во всем, тусанин. Так, Лерри, все спокойно. Это он про свои сардельки что ли? Ну, сама в меня ткнулась, она по-любому у меня кошелек подрезала, вы видели? Или что, она подмышку понюхала? Офигеть, смотрите. Не знаю, что значит эта роспись. Пьяный. Судя по походке, он не пьяный, он в жопу изнасилованный. Я вообще куда иду? Я иду к вот этому воскресательному знаку, который как бы здесь дает какой-то квест. А вот, кстати, мастер-бронник. Оружейник. Вообще, броня здесь сильная. Коль уж в этой игре бронник и оружейник разные вещи, то... Поговорит владелец Винокурни. Это менеджер, менеджер Владимира Винокура. Мастер-ведьмак. Вот удача. У тебя ко мне дело? Новый заказ? Да заказ-то уже был. Абсолютно. Абсолютно. Несколько лет назад. Когда вы в прошлый раз были в Баклере. Я тогда оказался немного намелее, помните? Но я пообещал, что все выплачу в свое время. Вот что-то знакомое. А, жемчужина что ли? К сожалению, вы уехали еще до того, как мы рассчитались. Но я отложил ваши деньги и открыл для вас счет. Из книги, наверное, чувак. Какой еще счет? Сберегательный. В банке Чен Фанель. Просто зайдите к ним и заберите свои деньги. Думаю, сумма уже набежала немаленькая. Серьезно? А мне как раз бабло очень нужно. Зайду при случае. Ничего ты красавчик. Сходить? Не-не-не-не-не, в жопу кладбище. Серьезно. Вот это подгон. Братиш, спасибо. Давай, говори, если что, кого убить надо. А еще больше говорят шепотом. Блин, вы посмотрите. Да пошел ты нахрен, овень. Вы посмотрите, реально, они... Да, блядь, ты мудак совсем? Съебал отсюда, придурок. В своих ритузах. Смотрите, даже вот в какой-то ссаной подворотне они стену раскрасили. Каким-то монстром, у которого вместо хвоста змея, птичка. Смотрите, а это просто охренеть. Вот просто вообще, здесь не квест, ничего, просто магазин. Зашел в этот раз платье. Божественно, может, пусть поляки игру про танки сделают, а? Ну, посмотрите, у них как все с размахом. Я вот прям не знаю. После ободранного Fallout 4 или каких-нибудь там инди-высеров, я серьезно, вот только что в 35 миллиметров играл, после этого захожу у Ведьмака и просто, я не знаю, как будто был не зря, чем последние 10 лет, а сейчас вдруг вот увидел вообще. Или как будто первая игра в моей жизни. Вообще просто. Вот для сравнения, вот кто играет в Ведьмака, вот поиграйте в какое-нибудь серое говно, типа вот, ну, там, где вот ничего красочного нету, там, ну, те же 35 миллиметров, а потом в Ведьмачка зайдите, я вам говорю, вы охренеете это вообще. Да, на своей елде. Это она же или другая, блядь, заборзела? Чувак, ты что тут патрулируешь, что ли, блядь? Патрулируешь и исповедуешь там свои взгляды на жизнь? Нет более безопасного места, чем наш бак. Здесь есть подвох. Объект храняется системой Рейтенбаха. Банк Ченфанели охраняется патентованной охранной системой Бруно Рейтенбаха. Двимеритовые усилители, глушители, ауру и другие таинственные устройства гарантируют абсолютную защиту от всех форм магических атак, в том числе от гипноза, телепатии, ведьмачьих, знаков и даже чар. Бруно Рейтенбах и компания с нами никто не застанет врасплох. Это типа местный швейцарский банк, походу. Ну, монашка, гони мою мошну. Пышечка какая. В деньгах мы заботимся как о собственных. Чем могу служить? У вас открыт мой счет. Я хотел снять с него деньги. А как они без паспорта, интересно? Конечно. Ваше имя? Геральт из Ривии. Минуточку. Мне нужно заглянуть в бумаги. Равикс из четырех угла. Заодно, посмотрите, может, хрен его знает. А вот этот, на ступеньках, это типичный ворюга сидит. Так, неси мои чемоданы. Бублик. Бублик пришел. Тут даже коты в банке жирные. Посмотрите, какой. Мне кажется, что это какой-то вот чародей. Ничем не смогу вам помочь. Чрезвычайное обстоятельство, понимаете? Владелец счета официально числится умершим. Вы что, блядь, издеваетесь? Как видите, это уже не актуально. Должно быть, произошла ошибка. Чтобы восстановить доступ к вашему счету, нужна справочка А38. В ЖЭКе надо бродить. Начинается. Я понял, это миссия Трулоло. Блин, сейчас мозг весь вынесут. В автостопом по галактике была тема про эти справочки. Ты что-то тут проимеешь против, блядь, справочек А38? Окно один. Хе-хе. Ой, это у кого там такой кашель? Хочется его добить, чтобы он не мучился. Пардун, уважаемая. Приветствую в банке Чаймфанели. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственном. Слышал уже. Вы, блядь, и чужие деньги своими, походу, считаете. Я бабло хочу. Я хотел бы вновь открыть банковский счет. Мне нужна справка А38. Это не тут. Ты что? Что значит не тут? Мне сказали, что здесь мне дадут справку А38. Вы не нервничайте, а то у вас сосудик лопнет. Сейчас ты у меня, блядь, лопнешь. Слушайте, а поляки-то в теме. Когда скажите, куда идти за этой бумажкой? Может, наверху, в секретариате. Или внизу, в архиве. Придется поспрашивать. Да я из вас, блядь, душу вытрясу сейчас, суки, деньги. Это финансовая пирамида. Надо в суд подать на них. Здесь есть подмога. Могу я чем-нибудь помочь? Смотри, 22-го раз. Охранник, гном. Рубайло, наверное. Интересно, почему вот эти не дымят костры? Чем они тут в банке дышат-то? Кстати, если вы думаете, что я сам тут атмосферно хожу шагом, нет. Геральт автоматом здесь ходит на первой передаче. Кто последний к терапевту? Блядь. Эээ, ну, замахнуться-то можно. Так, пошли нахуй. Я только спросить. Мне только справочку. Слышь, Челпанелли. Деньга хочу. Я могу здесь получить справку А-38? Конечно, разумеется. Форму 202, пожалуйста. Форма 202? Что еще за бред? Милостивый государь, это не бред, а необходимая формальность. Справку А-38 я могу выдать единственно по предъявлению формы 202 на основании распоряжения номер 60. Прошу, пройдите к окну номер один. Я там был уже. Так я только оттуда пришел. Не важно. Сейчас вернусь формой 202. Подбамбливает уже у кого-то, подбамбливает. О, сейчас у меня пенсионеры нападут. Куда вы передо мной лезете без очереди? Да ладно, ничего ты храбрец. Я с самого начала тут стоял. Какое мне дело до твоей очереди? Что за хамство? Я этого не потерплю. Сейчас я тебя научу к культурному обращению. Ты что, дурачок, что ли? Попробуй только. Эй, господа. Хотите поскандалить? Милости прошу наружу. Пойдем, выйдем. Ты что, пельмень, серьезно, что ли? Да ладно. Нихера себе трусливый лев, ты где храбрость выпросил? Ну, очередь стала на одного дебила меньше. Блядь, как я мечтал об этом, чтобы кому-нибудь в очереди в поликлинике еб. Ну, не кому-нибудь, а часто такое бывает, что... Ау. Бэкфист. Блядь, нихуя оглушил. Почему нельзя лечиться в этих долбанных кулачных боях? Сейчас я дам тебе урок смирения. Вот что-то я про быдло как-то часто стал слышать. Целуй мне сапог. Блядь, рукопашная атака у Геральда просто отстойная. Он, знаете, вообще урон не наносит. Просто отходишь, он бьет по воздуху, и ты налет... Ай. Слышь, Дос Сантос, блядь, нашелся. Степемьочич! Хе-хе, новый чемпион UFC. Эл. Че это ты мне там показал? Че, блядь, ты тут нахер, я не понял? Блядь, ну дайте его за рублю, ну пожалуйста. Дриснули с дороги, козлы. Че он, с набитым еблетом обратно в очередь пошел сидеть? Кайфово ему, наверное. Я предлагаю кассирши... Все в порядке? Фуфел набить. А-а-а. А этот чувак, кстати, тут что, не в очереди сидит? Я думаю, передо мной уже никто в очереди сидит. А, ее нет. Нет. Куда она еще пошла? Запах лака для волос. Можно пройти по нему. Откуда у нее столько денег? А вот, вон она. Я тоже когда-то забредала. Чего угодно. А тут можно ходить-то хоть? Видно, что она вон там стоит, разговаривает. Деньги. Нет более безопасного. И представляешь, дорогая, она утверждает, что в новом сезоне в моде будут рукава с буфами. А слева тетя-то какая, посмотрите. С буфами? Да что ты говоришь? Я вот тоже сомневаюсь, потому что... На трис, похоже. Простите. Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас. Зелина, дорогая, подпиши мне вот здесь. А, это вы? У меня тут такое дело. Перерыв у нас. Говорят же, как человеку. Нет, не понимают. Поляки, молодцы. Вы в России были или у вас то же самое? Сестьте? У меня нет выбора. Придется ждать, пока кончится перерыв. Я бы уже ногами там нахуй все раскидывал на твоем месте. Ну, ты же ведьмак. И с герцогиней дружишь. А этот чувак, наверное, уже неделю справку получает. С флягами пришел даже. Придется подождать. У них перерыв. Я заметил, Кевин Костнер. Спасибо. А тебе зачем сертификат П? Раз уж мы все равно здесь ждем, может, партиичку в гвинт? Ой, пошел ты нахер со своим гвинтом? Вижу, вы здесь во всем разбираетесь. Наверное, решили тут не один вопрос. Ну, разумеется, мой друг, разумеется. И то удавалось обстряпать, и другое. У тебя конъюнктивит, по-моему. На все нужен способ. А если нет способа, даже не дергайся. Ну, а че ж ты сейчас-то тут сидишь? Я, кажется, видел все. Попытки очаровать, гипноз, подкуп. Ничего не действует. Угроза изнасилования. Что делать-то? Быть милым так просто и просто так. Видите ли, мой друг, сидит такая женщина в этом окошечке по 12 часов. И никто ей даже доброго дня не пожелает. Поляки че, да уральских пельменей смотрят? Это ж реально серия про этот, блин, про загранник. И носатую бабу. А если вы, мой друг, еще организуете для нее какие-нибудь цветы или духи? Хе-хе-хе-хе-хе. Дело решится за три минуты. А, блядь. Ну тогда попробуем. Сдоимство долбанное. Вон цветы в горшке растут. Давай нарвем. Удачи. То есть здесь правильный вариант это отказаться от Гвинта или продолжение диалога было бы после Гвинта? Приветствую в банке Чан-Фанели. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных картах. Я не могу, уважаемый. Давай, включай обояшку. А нельзя было сразу сказать, что к справке А-38 нужна форма 202. Я потерял на этом много времени. Вы, уважаемый, не возмущайтесь. Мне казалось, это очевидно. Сейчас выдадим вам формочку. Фамилия ваша как будет? Фамилия? Геральт из Риви и мы. Мы. Геральт из Риви и мы. Сейчас найдем Геден, Гемель. Вот. Геральт из Риви. Боюсь, не могу вам выдать форму 202. Что, что? Заявитель официально числится умершим. Скажите, уважаемый, как же мне подавать такие данные? Вручить цветы? У меня нет цветов. Но прежде чем я уйду, хочу вам кое в чем признаться. Я сюда прихожу нарочно. Это как это нарочно? Чтобы хоть минутку с вами поговорить. Так что, пожалуй, зайду еще разок. Может, два. И в конце концов, быть может, вы мне улыбнетесь. Я очень на это надеюсь. О, вы, уважаемый, просто очаровашка. Подождите тут минутку, уважаемый. Пойду к господину Чанфанели. Может, удастся что-нибудь сделать с этими бумажками? Как мне нравится, когда на своих местах сидят люди, которые не хотят работать. Просто вот не хотят. Но они там сидят. О, уровень 42. Круто. Я им говорю не мешать, но нет, постоянно кто-то голову морочит. Кого я вижу? Сердечно рад, мастер Геральт. Давно ты нас не навещал. Я был немного занят. Ну вот теперь вернулся, и у меня к тебе дело. Разумеется. Чем могу тебе помочь? Бабло гони. У меня небольшие неприятности с банковским счетом. Я хотел снять с него деньги, и... Никаких проблем, сейчас все выплатим. Только понадобится еще кое-что. Давай, скажи про справку 202, я убью тебя. Справка 38 и так далее. Без этого не получится. Но ты, как я вижу, ориентируешься в банковском деле. Так что мигом управишься. Маленький хитрый ублюдок. Чиан Фанелли, хватит отговорок. Выплати мне мои деньги. Немедленно. Но мастер ведьмак, зачем же так нервничать? Сейчас все выплатим. Только сперва я должен увидеть необходимые документы. У меня есть для тебя документ, который значит больше, чем все эти справки. Вот, пожалуйста. И что это такое? Вручение от ее сиятельства. Ага. Да. И на его основании я требую доступа к моему счету. Сейчас же. Жезл власти. Над гномами. Да, мастер ведьмак. Идем. Стропон. Королевский стропон. Как там делишки, мастер ведьмак? Не жалуешь. Мои поздравления. А у нас вот не очень. Торговля вином идет все хуже. Наверняка из-за этих фиглярских названий. Никто за пределами туссента не знает, как выговорить, скажем, кодоблесюр. Потому люди и стесняются покупать. Это реклама, что ли? Черт. Что у вас за лестница? Да, в чем дело? Все в порядке. Нажмите на кнопку. У меня что, смартфон? Где у меня на геймпаде такая кнопка, блин? Готово. Ящик номер 256. С правой стороны, в конце. Ну, че это? Разве, сука, так сложно? Где тут? Это пейды какой-то уже. Давай, скажи, что там 15 монет, и вы умрете все в ближайшем... Да ты че, говно, Сен? Черт, Фанели, ты что, шутишь? Этот ящик пустой. Ну, деньги должны быть в обороте. Так что, как только мы узнали, что ты умер, то мы их сразу пустили в ход. Сейчас я вас, блядь, в ход пущу. Маленькие твари. Развитие пары и виноделин, вот все и разошлось. Назовем вещи своими именами. Ты просто меня обокрал. Да что вы, мастер, разве бы я посмел, я... Посмел, посмел. И сейчас ты за это ответишь. Открой решетку. Мастер-ведьмак, я все отдам, обещаю. Клянусь бородой моего батюшки. Ну что, на счетчиков поставить, как в 90-е, или что? Или сразу ему пизды вкатить, как в те же 90-е? Там все настроение решало. Ну давай, неделю дай. Ну иначе охрана тебе не поможет. До свидания. Сука, блядь. Тут не гномы, тут евреи какие-то, блядь. А гномы евреи бывают? Сучий потрох. Да пошел в жопу своим обучением. Аж глоссарий мне, блядь, срать на него хотел. Где задание? Так. О, народный герой. Поговорите с куратором выставки. Че за... Название интригует. Да идти недалеко и по левелу классно. Это че? Расходитесь, расходитесь. Памятник Рижинальду Деобре закрывается до особого объявления. Как закрывать? Какой памятник? Где тут памятник? Вы сюда ехали. Не стану сжать. Гони назад наши деньги. Ваши билеты действительны. Просто подождите, пока выставка вновь. Квартира, видимо. Квартира-музей. И тут опять же, смотрите. Интересно, а эти рисунки на стенах, они вообще повторяются хотя бы? Расходитесь, расходитесь. Памятник Рижинальду Деобре закрывается, даст? Меценат. Прошу всех разойтись. Памятник закрыт. Ой, там какой-то Геракл с маленькой писькой, смотрите. Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда. Я же сам не сдержусь. Ясно же сказано. На сегодня памятник закрыт. Постой, ты тот самый ведьмак. Геральт из Ривии. Кажется, у меня есть для тебя работа. Я видел объявление. Там что-то со статуей. Дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Интригует, я бы сказал. Рассказывай, что там со статуей. Лучше раз показать, чем сто раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Кого-то он мне напоминает вот лицом. Прям, прям вот где-то актера какого-то. Ух, какой гладиатор, спина какая. И он, гордость наша, Режинальд Деобре. Величайший любовник, искуснейший фигтовальчик. А кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры. Да-да, и на Дуде, и Греции, и все остальное. Что с ним не так-то? Как бы это сказать. Член. Он лишился своего достоинства. Ожидаемо, кстати. Урал яйца? У статуи. Ну, яйца вроде на месте. Какая попала статуя? Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Да? Там его член окаменевший. Каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый, оплативший билет, не имеется. Должен найти эти яйца. Да не мудя, там пропали. Там вот как раз-таки сам. Боеголовка пропала, емае. Да, местный импотент. Обратите внимание, что ляжки около яиц, там такие, подвытертые. Ты знаешь, когда произошла кража? Пару часов назад, самое большее. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным. Но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. Ой, бля. Поляки, епта. Ну, фигура неплохая, кстати. Вот у нас в Питере стоят статуи Геракла. Но, честно говоря, вот в плане яйца члена, там у него, ну, совсем как-то это... Мизинец на ноге, скажем, у него уже больше, чем... Явные следы пилы. Но хирургически точная кастрация. Блин, я представляю, как тут стоял ножовкой, член отпиливал у статуи. Барт Симпсон, наверное, нет? Я хотел сказать, что по запаху яйца не найдешь, но одеколон, видимо, можно. Яйца Режинальда. Тоже мне святые мощи, твою мать. И где? Дамочка, а где вы были, когда у Мудя, у Режинальда умыкнули? Я предлагаю, предъявите обвинение, что-то она размандилась. Из-за такого сказочного княжества, как Тулсен, вот холера. Есть свои мрачные секреты. Есть свои мрачные что? Я бы выпил бутылочку, чем лег бы в могилочку. А это что такое? Выпил бутылочку, чем лег бы в могилочку? Так, турнир по гвинту, пошли в жопу. Возвращение в Фазанерию на турнир по гвинту. Организатор некий граф Манье. Антуан Скворец Траген Лот, прозванный полуэльфом. Флиберт Четырехпалый фон Виттен. Да, по такому портрету хер на хер. Блядь, они все-таки всучили мне свой квест по гвинту. Да еб твоему. Кстати, может у Лехи колода собрана была нормально. Надо проверить. Да, это что у него за духи там такие, что они до сих пор не выветрились, блядь. Коко Шанель номер 7, что-то какая-то. Какая в жопу Коко Шанель? Это духи, блядь, сельский дальнобойщик, который в деревнях по 5 рублей продают. Вот там такой шмон от них идет, ёптво. Чтоб перебила аромат трудового пота, блядь, тракторного масла и все остальное. Блядь, просто не... Артефакт-то, походу, работает, судя по звукам. Прошу прощения, я помешал. Возраст любви не помеха, да, старый ты хрен? Все не так, как кажется. Слово чести, я только оступился, запнулся и вот упал, а она там уже лежала. Ну да, и прям на пилотку рухнул членом, да? Я клянусь, это просто неудачное свечение обстоя... Не он это кто? Это не мой муж. У-у-у, ебать. То есть, это не... не твой муж? От шлюха. Вы кто такой? И нахренки, это старый хер. Убирайтесь, не то я гвардию позову. Повежливей, дед, я хочу с тобой поговорить. Дед. Вы, мне кажется, нам не о чем разговаривать. Да есть, есть о чем. Должен признать, ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Рижинальда Деабре? В этом городе каждый о нем слышал. Он же национальный герой. Похоже, ты о нем много знаешь, Жюс. Жюс? Ты совершенно не слышал, кто украл его яйца. Я... Я сейчас все объясню. Это... Розолинда! Я знаю, что ты дашь. И ты, и твой хахаль. О-о-о-о. О, нет. Еще и он. Сегодня, правда, не мой день. О-о-о. Попаста, баршивец! Выходи на бой! Ах ты! Ой, что, что делается? У-у-у. Розолинда, одного бы я тебя простил. Но двоих за раз... Одного бы простил! Погоди, погоди, я сейчас обречу. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя тучу, лезь к чужим женам. Ах... Акси? Хрена, Кси. Не-е-е, ну, блядь. Неинтересно знакому. Ты меня слышал. Успокойся, или будешь собирать зубы с пола. Так ты крутой! Ну давай! Иди сюда, ты ходяга! Да ходяга! А ты типа чок-качок не по годам, что ли? Опять кулачный. Рогоносец. Хайкик! Двоечка! Двоечка! Левый, правый, левый, правый. Меочич наступает! Опа, опа! Ой, блядь, контратака. Что, в конце раскателось? С матросского замаха, ёптать! Сейчас тебе покажу, как Марк Хан, сука, в атаку, в нокауты людей отправляет. Вот нечего на шлюхах жениться. Лошара, блядь. Не знаю, кто вы, но без вас для меня всё закончилось бы прескверно. Благодарю за... Я предлагаю этому тоже ебало набить для профилактики. А потом ей набить ебало для профилактики. Розалинда, любимая, ты нам позволишь? Ну ладно, признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Мы с Розалиндой сегодня уже три раза. Блядь, даже слушать про это не хочу. Впечатляет. А то как же, в моём-то возрасте, за день больше, чем за прошлые десять лет. И всё-таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. Смотри, инфаркт хватит, полудурок. Послушайте, может, мы договоримся, а? Блядь, чувак, я выйду в эту дверь с яйцами в руке. Либо это будут яйца де омбре, блядь, либо твои. Блядь, ходи в музей, гладь их там, придурок. В общем, хорошо, хоть я вообще смог ими воспользоваться. Вот, забирайте. А, листик. Спасибо и удачи. Листик. Я думаю, ты и без них неплохо справишься. Ладно, хрен с ним. Да ёбаный, что ж тут со ступеньками-то? Ладно, хрен с ним, непонятно, как каменные яйца работают. Но, блядь, с глазами Розалинды-то всё в порядке? Может ей, блядь, к окулисту сходить? Может, её заколдовали? Геральт, твой там лисман не дрожал? Я просто вообще не понимаю, блядь, эту ёбнутую бабу. Фу, блядь. Пойдём, отнесём яйца владельцу. Чё ты, блядь? Ты кому тут? А, ты чё, блядь? Вот так вот трусой нахуй при моей привиде меня, чтоб всегда сквозил по улице. Говно ссанное. Ничего себе, блядь, охуриели. Жопу мне мёдом намажут. А потом ты её и вылежишь, урод, блядь. Козлы, я тут, блядь, яйца, яйца национального героя возвращаю. Они мне тут, блядь, свою пахапчину свою, блядь, втирают. Козлы вонючие. Так, кому тут яйца-то нужны? Тут, походу, директор музея сам эти яички каждый день гладит. По десять раз. Приклеит-то он их сам, надеюсь, на место или чё? И как? Нашёл ты причиндалы, Режинальда? Ага, и вернул их. Ущипни меня, пророк Лебеда. Это и правда они. Надеюсь, эта скромная награда всё-таки выразит всю мою признательность. Пять опыта. Забегай завтра на торжественное открытие и погладь Режинальда. Абсолютно бесплатно. Я плачу. И чё мне потом, блядь, с этой стоячкой делать? А, и это ещё не всё? А, выполнено всё. Точно выполнено? Да, да, да. Чего используется остров? Нифига себе. Клиент всегда, перемена. Да, до 35-го левела квесты. Сказали, кстати, посоветовали выключить повышение уровня врагов, потому что они иначе тогда в рукопашных схватках, да и не только с двух ударов убивают. Это полное говнище. Ой. Прямо как фута боя в 90-х, когда они в моду вашей. Хотя это даже лучше. Да, тусэнд. Да ёптой, что ж у него с лестницей за проблем? Ты совсем кривоногий, что ли? Ладно. Хорошего, как говорится, по децлу. По дэшке. Ладно, понемножку. Кстати, он мне статую подарил. Чё мне с ней делать? Так что, продолжение следует ещё. Я уверен, здесь полным-полно подобных классных квестов. Ну, блин, ну опять же, в горе вот просто вообще. Даже сравнивать в данное время, в данный момент эту игру не с чем. Она просто вообще вне конкуренции. Так что, чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите вообще, как вам такие квесты. Ну и всё такое. Субтитры сделал DimaTorzok